итак доброго времени суток друзья приветствую всех на канале airzone game сегодня мы с вами посетим вновь открывшийся проект который называется galaxy rpg расположенный на базе платформы rage multiplayer ну и традиционно начнем наш обзор с меню персонализации нашего персонажа которому в общем-то по оформлению особых претензий нету но вот как оно работает есть ряд замечаний не очень все интуитивно это раз а второе в какой-то момент персонаж вообще пропадает но тут я должен наверное сделать одну поправочку проект открылся в об это то есть открытое бета-тестирование ну и подобные косяки надо выявлять и показывать администрации но он до сих пор на работает данный косячок в общем то вот это единственная претензия по меню персонализации которую вот я успел здесь заметить в какой-то момент персонаж вообще у нас исчезнет ну а остальное вы сейчас видите в общем то все прилично сделано есть разные разделы по одежде по внешности по полопринадлежности в общем настроечек достаточно много но вот только что в виде в какой-то момент у меня персонаж полностью исчез но хорошо что здесь есть кнопка выбора рандомного персонажа то есть она находится в левом верхнем углу эта кнопочка выбрал рандомного персонажа и она там не помогла в общем то я просто на нее понажимал и какой-то персонаж у меня появился в общем то вот такое вот меню ну и заходим на сам проект вот так вот нам предлагается выбор точки появления кстати перри последующем перезаходе будет предложено два места вот это вот начальная точка и место выхода с проекта но естественно сейчас у нас только одна точка место появления выбрана но вот в таком вот ну я бы сказал не очень живописном месте почему тогда бог его знает вот это выбор авторов вот такой глухомане мы появляемся ну и первым делом что нам надо сделать подойти к рядом стоящему боту который в общем-то кроме как арендой транспорта больше ничем не занимается вообще по арендам на этом проекте все очень плохо это сделано я так понимаю специально чтобы пользовались такси на проекте есть такси ну там можно работать и вот чтобы таксистами пользовались точки аренды разбросаны ну просто абсолютно непонятным образом но вернее понятным с точки зрения разработчиков но игроку это понять будет сложно придется пользоваться такси вот таким вот образом выглядит карта но самое интересное это меню которое выведено на букву м посмотрите как красиво все оформлено красиво доступно даже категории водительских прав мотоцикл автомобиль вертолеты которые сейчас находятся справа и пока они еще черно-белые но как только вы получите хоть какую-то категорию будь то машина или мотоцикл они станут красочными и по мере открывания каких-то категорий все эти картинки станут красочными это здорово сделано это замечательно снизу вы видите ряд вставочек это разные категории вот например квесты да здесь сделано квесты в меню они у каких-то ботов далее идет разъяснение кстати по разъяснению тоже все отлично сделано если что-то непонятно просто заходите сюда выбираете раздел помощь там вы выбираете в каком направлении вам нужна какая-то помощь там все расписано вот все вплоть до того какие команды где надо вписывать какие кнопки где надо нажимать меню сделано ну очень красиво доступно нам просто замечательно вот например есть рулетка которую написано что каждые пять часов один раз вы можете бесплатно ее покрутить кстати я отыграл 8 часов но рулетка мне так и не открылась в чем проблема не знаю но это об это наверное что-то связано именно с этим за восемь часов так не рулетку и крутануть и не удалось ну ладненько переходим дальше дальше у нас есть отдельно выведена настройки микрофона то есть вы можете настроить дальность разговора до ближе дальше также и перезагрузка находится в этом же меню огромный такой вот экранчик с перезагрузкой также можно настроить и сам экран отключить то или иное замечательно очень здорово сделано меню не знаю видел ли я что-нибудь красивее и функциональный но мне вот это очень понравилось ну естественно куда же без меню доната она тоже здесь присутствует и вы можете если захотите этим воспользоваться вот таким вот образом здесь это сделано за денежки можно купить себе стартовый комплект можно повысить уровень ну в общем то вот все что вы сейчас здесь видите тоже также все очень красиво и доступно сделано ну а мы же с вами перейдем в меню квестов и выберем первый который нам предлагает заработать первые денежки на этом проекте для того чтобы понять какие есть рабочие занятия какая здесь экономика мы как раз таки и займемся изучением квестов и заодно проект видите что за выполнение квеста дается дополнительное очко экспириенса и денежки и еще какая-то награда ну в данном случае шапочка ну шапочка так шапочка выезжаем место куда нам надо ехать уже прокладывается как только вы выбираете в меню свой квест какой вы выбрали сразу же прокладывается туда маршрут ну и не будем откладывать как говорится в долгий ящик выдвигаемся на первое наше рабочее занятие заодно и посмотрим как здесь что выполнено первая точка находится в порту да ну ехать приличное расстояние из чего вот и складывается впечатление а зачем так выбрана точка появления игрока непонятно ну ладно приезжаем практически всю карту насквозь для того чтобы прийти на первый наш квест устраиваемся водителем погрузчика в порту локация выбрана прикольно в общем то следующее действие это берем машину не сразу кстати это можно понять менюшка вот это вот мордочка не подсвечивается ну и все в общем то мы устроились вот таким вот образом это все выглядит никакой к сожалению анимации здесь нету на этом рабочем занятии все происходит путем телепортации ну как это выглядит сейчас вы увидите подъезжаем на оранжевый маркер нажимаем букву е и идет дублирующая табличка видите слева и снизу они дублируют друг друга здесь вообще все таблички дублируются если вы получили зарплату до денежку сейчас вы это тоже увидите выскочит табличка и она же продублируется цифрками сверху над вашими денежками вот таким вот образом посмотрите все дублируется все сделано очень красиво очень так как это rpg здесь большинство играет так сказать в пассивном режиме он включается на букву о на клавиатуре английская о нажимаете проходит 25 секунд и вы переключаете пассивный режим и в таком полупрозрачном режиме вы играете это rpg а не rp и это одна из наверное лучших фишек которые ввели вот на этом проекте я еще такое же видел и например на смотре там тоже можно включать пассивный режим благодаря этому режиму вы больше не бьетесь друг от друга и никто не может причинить вам никакой вред включили пассивный режим и играть это не rp это rpg ну а как выглядит работа вы сейчас видите к сожалению никаких анимации нету все происходит путем телепортации мы приходят приезжаем на один триггер груз появляется приезжая на другой груз пропадает вот и все правда иногда бывает что груз вообще не прорисовывается то есть мы приезжаем до и вот как сейчас вы видите вот я еду я получил груз для его нету он просто даже не прорисовался нуа . 2 . разгрузки его принимает бывает но это обт и вот такие вот косячки еще случаются ну а в принципе работа как работа больше о них говорить do you не чего оформлено все красиво все здорово все доступно все дублируется Что, ну, в общем-то, только радует Как взгляд игрока, так и, в общем-то, функционал Все сделано прикольно Ну, а рабочее занятие, как рабочее занятие В общем-то, ничего такого Точно такое же можно встретить, например, на DriveRP Точно так же сделано Так же в порту, так же с помощью телепортации мы возим грузы Ну, то же самое и здесь В общем-то, ничего новенького пока я не увидел Но рабочее занятие прикольно Давайте двигаться дальше А чтобы двигаться дальше, нам нужно выполнить все условия Поставленные перед нами квестом И как только вы это достигаете Вы выполняете все условия Перед вами выползает вот такая вот табличка И когда вот я хожу по проектам и бомблю Что вы делаете слишком мелкие таблички Они быстро исчезают, они не читаемые Я имею в виду как раз вот это Но вот это вы просмотреть, ну, никак не сможете Перед вами загорается вот такая вот таблица Которая гласит, все, вы выполнили квест Раз вы его выполнили, получите награду И продолжайте свое движение Чем мы и займемся А чтобы двигаться дальше, надо выполнить простейшие упражнения Подходим и просто увольняемся В общем-то, все Увольняемся, заходим в меню Смотрим, да, квест у нас засчитался Забираем награду и переходим к следующему квесту Следующий квест предлагает нам получить первые лицензии Категории B, категории мотоцикл В общем-то, туда мы и движемся Выбираем его Опять маршрут сам прокладывается Нам надо только доехать, но по пути мы заскочим в магазин Так как на проекте есть голод Жажда нету, есть обобщенный Индикатор голода И выглядит он как ваша линия жизни Она находится под мини-картой Зелененькая это полоска жизни Синенькая это полоска воздуха, по-моему, там или брони Я уж не помню Так вот она постоянно у вас будет уходить Потихоньку-потихоньку будет уходить, уходить, уходить Чтобы она не уходила, надо постоянно жрать Ну, для этого мы и заходим в магазин Чтобы купить и посмотреть, что здесь вообще есть Магазин выполнен вот так вот Не самое лучшее и красивое решение Но тем не менее Закупаемся едой Здесь же можно купить и сим-карту Но лучше этого сразу не делать А выбрать квест, который нам предложит купить сим-карту Тогда еще за это получим и награду Далее заходим в меню и начинаем все это поедать Быстро поедать не получится Потому что съев один какой-то предмет Бутерброд какой-то Сразу второй не даст программы сожрать Видите, выскакивает Дайте переварить пищу Вот таким вот образом здесь это сделано Ну и переходим к самой сдаче на права Выбрана опять вот такая странная локация Вообще-то это автовокзал Но авторы решили, что ну вот здесь будет Центр по сдаче на лицензии вождения Вот таким вот образом Не знаю Смотрите на это сами Кому нравится, кому нет Я считаю, что ну не очень хорошо подобрана локация Это все-таки автовокзал Причем здесь лицензии Ну и вот таким вот образом выполнена сама сдача То есть никакой теории здесь нету Просто выбираем то, что вы хотите На что хотите получить Лицензию И в общем-то все И получаем Проходим вот туда Вот вы видите Там стоит ровным идеальным рядом машины Вообще не наваленной кучей Выбираем любую Садимся Ну а дальше Дальше обычная банальность Которая присутствует Ну наверное на большинстве проектов Просто ездим по маркерам Просто ездим по маркерам Правда здесь еще есть таймер Таймеры здесь вешаются практически на все Рабочие занятия Ну и здесь тоже он висит Видите сверху по центру экрана висит таймер Он нисколько вас не напрягает Там заданы какие-то ну просто сумасшедшие цифры Не уложиться в них я не знаю что надо делать В общем-то вот таким вот образом Ездим, ездим, ездим Ну и в конце концов приезжаем обратно сюда На конечный триггер Точно так же и с мотоциклом Уж показывать не буду Потому что действительно все это очень банально Но зато таким образом мы выполняем один из квестов Который связан с получением лицензии И сразу же переходим к следующему Вот к следующему у меня есть куча претензий Квест выглядит, вернее не выглядит А звучит так, что нужно собрать Как минимум 50 помойных бачков То есть по ним полазить И что-нибудь найти Здесь есть такая система Можно лазить по мусорным бачкам Что-то собирать Из всего что мне удалось там найти Это 700 баксов Самая большая вот такая у меня находка была 700 баксов А так пустые бутылки Там разбитые бутылки Какие-то там нож нашел Еще что-то там нашел В общем мусор какой-то Но факт даже не в этом Выполнено это вот таким вот образом Вы сейчас видите Но 50 бачков 50 Здесь есть например такое задание Зайди в магазин и купи себе шмотку 3 минуты Но 50 бачков для начинающего Для того, чтобы ты просто понял Что есть такая механика Это слишком много Ну никто не будет впоследствии бегать По помойным бачкам собирать Потому что Ну найти что-то хорошее Там действительно невозможно Это просто есть такая механика Хватило бы 5 бачков Ну 5 Чтобы игрок ознакомился И все Больше этим никто заниматься-то не будет Зачем 50 И другая проблема Что все бачки вокруг Вот этой вот локации Где мы сейчас сдавали на права Уже облутаны Мне пришлось бежать Аж в самое гетто И вот там Вот вы сейчас это можете заметить Только там я нашел более-менее Не облутанные бачки Зачем? Ну зачем так много-то? Я уж не говорю про время Которое я потратил на эту хрень Блин Пока лазил по этим бачкам Зачем так много? Зачем 50-то? Это блин Ну это слишком много Тем более, что есть такая система Что если бачок облутали То он будет стоять пустой Не знаю, когда там Заспамится новый Мусор или как это назвать Но я натыкался Вот пока до гетто не добежал Все бачки были облутаны Народу много, все пришли посмотреть Все выполняют квесты Все лутают эти помойные бачки 50-то слишком много Ну это слишком много И это еще с учетом Что есть такие задания Зайди купи шмотку Зайди сделай татушку Зайди купи симку Да, ну 3 минуты тратишь на это А на это я потратил Ну минут, наверное, 40 Если не больше Ну зачем такую глупость сделать? Зачем? Но тем не менее Я все-таки выполнил этот квест Я пробежал все эти Сраные 50 бачков Как вы можете заметить Засчиталось мне это Все нормально Получаем награду И вот следующий квест Как раз и показан Который я взял Насколько дисбалансны Вот эти задания На какое-то ты тратишь По часу, грубо говоря А на какое-то 30 секунд И вот следующее Надо было зайти в магазин Купить себе еды И съесть ее Ну все Так как у меня уже еда была Я просто съел гамбургер И задание засчиталось 30 секунд 30 секунд А на это я потратил Почти час Ну потратил бы меньше Если бы не пришлось Бежать через всю карту Пешком Искать эти помойные бачки Но я считаю Что это надо Как-то балансить И делать по-другому Хватило бы 5-10 бачков Все Зачем 50? Ну зачем 50? Действительно Убилка Огромное количество времени На бесполезные задания Ладненько Давайте двигаться дальше Следующим квестом Было еще Одно глупое занятие То есть опять же таки Не глупое А оно занималось всего 30 секунд Зайти в магазин Купить сим-карту И активировать ее Активируется она автоматически Просто покупаем Задание засчиталось Еще 30 секунд Потраченного времени В отличие от того Что я пробегал час С этими помойными бачками А вот следующее задание Было достаточно интересное Оно показывает Какое-то рабочее занятие Нужно было пойти И по условиям квеста Устроиться курьером Ну как это выглядит Вы сейчас видите Везде царит Вот это вот Мопедовское безумие Потому что люди бегают Берут мопеды в аренду Пытаются пройти эти квесты Куда бы вы ни пришли Везде вот эта куча мопедов Навалена Ну все равно Приступаем к рабочему занятию А оно сделано Вот таким вот образом Устраиваемся мы на улице Там же берем форму А чтобы получить посылки Приходим вот сюда Вот там вот на эстакадке Горит вот такое вот пятнышко Вот это есть маркер Подходим сюда У нас появляется сумка Дальше стоят машины и мопеды Но пока вы новичок Вы не можете пользоваться машиной Только мопед Ну и дальше берем мопед Садимся на него Включаем букву G Здесь будет список заказов Подобное мы уже видели На той же смотре Например есть то же самое Работа такси Выполнена точно так же Садишься Включаешь G Планшет Выбираешь свободный заказ Ну и все Поехали доставлять посылки Посылки не бесконечные Могу ошибаться Но то ли их 5 То ли 6 Что-то вот такое вот Доставляем как обычно По вот таким вот домикам В общем-то ездим В этой работе еще хорошо Что можно посмотреть И сколько стоят На этом проекте дома Ездишь Смотришь Зарабатываешь В общем-то прикольно сделано Ну по анимации Я бы сказал Здесь какая-то хрень Ну вот вся анимация То есть она Половина анимации Съедается снятием шлема Он снимает шлем Съедается вот эта часть анимации И потом очень быстро Появляется коробка спицы И она тут же падает Наверное мне кажется Нужно было бы над этим Тоже немножко поработать Чтобы коробка появлялась Как только он встает с мопеда Наверное это было бы лучше Ну а так это выглядит Вот таким вот образом Встаем с мопеда Идем со шлемом К двери Тут же идет снятие шлема Видите И анимация вот этой вот коробки Все И она истязает Ее даже нету То есть модели коробки Даже нету Ну а дальше все то же самое В общем-то выбираем Опять буквой G Планшетку Назовем ее наверное так Подбор цветов Вы сейчас видите Такой розоватый В цвет мопедов Как бы соблюдена Цветовая палитра Принадлежащая этой компании Ну и все В общем-то вся работа Вот мы ходим Доставляем эти посылочки В общем-то ничего такого Удивительного и нового Я здесь тоже не увидел Подобное я уже видел На многих проектах Ну наверное тогда и не будем Здесь долго задерживаться Как результат я все же таки Откатал нужное количество точек Видите я закрыл это задание И приступил к следующим Следующие два были не очень интересные Сделай себе татуировку Купи одежду В общем-то опять занимает Не очень много времени Но вот следующий квест Который я взял После того Как сделал татуировку И купил одежду Меня заинтересовал Прежде всего заинтересовал Своей глупостью Глупостью исполнения И глупостью подхода разработчиков К этому квесту А что же им надо было сделать Надо было поехать Не поехать даже Вру я Надо было вызвать Медика Чтобы медик приехал С его помощью полечиться И сдать ему кровь То есть все это было завязано На игроках На каких-то игроках Которые отыгрывают медиков Это РПГ проект Здесь нет такой обязанности Обязаловки Чтобы все отыгрывали Как положено Своей роли Нету Я вызывал Я раз пять Наверное вызывал медика Они не приезжают Ну вот не приезжают И все Я сам приехал В медицинский центр Но и тут Столкнулся с проблемой Вы назначили на роль Медика Человека Который не разговаривает И да-да Я еще раз скажу Это не РП Это РПГ Но она вообще Не разговаривает Надо смотреть Что она пишет в чате А вот кому Она это пишет Хрен его поймешь Нас было три человека С кем она общается Я не понимаю Она пишет в чате У нее нет микрофона Или просто Не хочет общаться Я не знаю Ну исходя из логики Ну тогда сделайте Этот квест Без участия игрока Во-первых Его надо ждать Придет Не придет Во-вторых Она вообще игнорирует Она не приезжает На вызовы Видите ли она задолбалась Ну и она не отвечает С кем она разговаривает В чате Хрен его знает Спустя какое-то время Она поняла Что нужно писать Имя Того человека С кем ты общаешься Когда я увидел Александр Следуйте за мной Я пошел за ней Но куда мы пришли Она зачем-то Привела меня к транспорту И исчезла Я ждал 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 Что должно произойти Человек не говорит Она не может меня даже позвать Чат у меня отключен Блин Как мне общаться С этим человеком Что это за идиотизм Хрен его знает Ну и в результате Она попросила меня Сесть к ней в машину И дальше началось Зайдите в чат Напишите Слэш Что-то там I hold Ну и тут У меня уже терпение Лопнуло Зачем такой квест Зачем Зачем с участием Игроков Не понимаю Не понимаю Здесь многое Зависит от того Будет ли она Отыгрывать Не будет ли она Отыгрывать Здесь все зависит От одного Единственного человека Нельзя делать квесты На РПГ проекте Связанный С количеством людей А если нету их В онлайне Мне чего делать Зачем такой квест Я как игрок Проекта РПГ Не должен Зависеть от онлайна Какого-то одного Определенного человека Не должен Зависеть от Его микрофона От его настроения От того Хочет она играть Не хочет она играть Не желает она Выезжать на выезды Которые прописаны В вашем же квесте Ну тогда Отмените участие игрока Сделайте просто бота Бот будет здесь Круглые сутки Игрок же Не всегда Поэтому я считаю Вот этот вот квест Достаточно глупым Поэтому я просто Развернулся И ушел Но также Я должен сказать Что выполнение Этих квестов Абсолютно Не обязательно То есть Вас никто Не принуждает Не хотите Не можете Считаете Как я его глупым Ну просто Не проходите его В общем то То что я и сделал Я посмотрел Как это выполнено Просто развернулся И ушел Пускай этот квест Висит мертвым грузом Поэтому никакого Принуждения Здесь нету Но свое мнение Я высказал Давайте двигаться дальше Следующим заданием Была покупка Собственного транспорта И вот тут У меня тоже есть Некоторые Претензии А например Магазин Находится Очень далеко От города Ну это ладно Бог с ним Там это Магазин Дешевого транспорта Вынесли его За город И вынесли Ладно Хрен с ним Как бы Опять же таки Принуждение Идет к тому Чтобы вы пользовались Такси Которое есть На этом проекте В котором тоже По условиям И по квесту Надо поработать Чего я игнорировал Тоже кстати говоря Не хотите Не надо Вот я не хочу Работать такси Я просто Не взял этот квест Но тем не менее Ищем ближайшую точку аренды Она находится Хрен знает где Бежим туда Берем мопед Приезжаем в магазин И вот тут Мало того Что в этом списке Нет нормальных машин Они все какие то Ну такие Конченые Я бы так Наверное сказал Стоковые что ли Но здесь Есть еще И распределение По уровню То есть у меня Был второй уровень Вы это сейчас Можете заметить А я себе Присмотрел машину Которая третьего уровня И я ее купить не могу Вот такое Распределение По уровням При покупке машины Я вижу вообще Первый раз На самом деле И не могу никак Это логически объяснить То есть у меня есть деньги Я потратил там Не знаю Какое то количество времени На заработок денег Там Заработал Не могу потратить На покупку машины Потому что Уровень не позволяет Да опять скажу Это РПГ Это не РП Тут как бы реализм Вообще Не про этот проект Но все равно Где вы видели Чтобы вам в магазине Отказывали В покупке продукта Потому что вы Ну вы не достойны Еще этого продукта Да Вы хотите например Копченой колбасы А вам продавщица Говорит Да нет 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 Копченую колбасу Вам еще рано Пока потренируйтесь На любительской Вот в том отделе А потом уже Приходите к нам Вот примерно То же самое Происходит и здесь Почему Покупка транспорта Ограничена уровнем То я не пойму Какой в этом смысл Ну а если быть Достаточно честным То наверное Смысл то здесь понятен В меню В меню доната Есть повышение уровня За реальные деньги Ну вот я так думаю Отсюда ноги и растут Хочешь себе На первом уровне На втором уровне На третьем уровне Машинку покруче Заплати денежку Повысь себе уровень И купи ее Но я считаю Что это не очень честно Ну мне пришлось Бегать по проекту В ожидании Когда у меня Откроется Третий уровень Хотя деньги У меня уже были Я их уже заработал Я потратил время Заработал денег А уровень К сожалению Не позволяет мне Купить моего транспорта Того который я хочу Ну считаю Что это Тоже глупость Нельзя ограничивать Игроков В покупке транспорта Я могу понять Что ограничения По уровням Там касаются Рабочих занятий Но покупки товара Ну не знаю Тогда ограничите Одежду Так же То есть Ты новичок Ходи в трусах Второй уровень Можешь купить себе Трусы подлиннее Ну а на четвертом Пятом Седьмом уровне Вам будет разрешено Носить одежду Это будет выглядеть Глупо Ну а до транспорта То же самое Я хочу такую машину А почему я ее Не могу купить Считаю Что это тоже Какое-то Не очень правильное Решение Но это Моя точка зрения А тем не менее Я поехал искать Остальные Рабочие занятия Какие есть здесь В окрестности И вот Одно из них Это работа Доставщика продуктов Выглядит все Вот таким вот образом В общем-то Стандарт Стандарт Стандартный Подходим Устраиваемся Получаем машину Подъезжаем на точку загрузки Идет таймер загрузки Ну а далее Надо заниматься Самим рабочим занятием И вот тут Есть небольшая проблемка Магазины Которые есть на проекте В которые надо Доставлять продукты Еще не скуплены Ну проект только открылся Поэтому заказов Вообще нету Все делается точно так же Включаем кнопкой G-планшет И здесь должен быть Список заказов А его нету Надо ждать Когда купят люди Магазины И начнут заказывать Заказов для Так сказать Ботов Нету Только человеческие заказы Ну поэтому Отказываемся от этого Рабочего занятия И следуем дальше А дальше У нас будет Работа мусорщика Которая в общем-то Присутствует на этом проекте Но тут я могу сказать Только одно Хорошо что она есть В общем-то Вот и все Потому что скрипт Достаточно затасканный Такой я бы так сказал Встречается на огромном Количестве проектов Как это выполнено Вы сейчас видите Дается машинка Опять же таки Стандартная Каких-то нововведений Здесь ждать Наверное не стоит Машинка стандартная Ну и точки И сама работа Такая Ну я ее показывал Как минимум Раз пять Может восемь уже Не знаю Есть модификации Разные Да Где-то вы выезжаете На одну точку И оббегаете бачки Где-то Вот как здесь Мы ездим Каждый раз По разным точкам Работа прикольная Она мне всегда нравилась В принципе Ну только что Это старо Конечно же Старо Как я и говорил Что новизны На этом проекте На самом деле Очень мало Есть интересные занятия То есть не интересные А новые занятия Так например Здесь есть работа Следователя Сыщика Которую я не смогу Показать Только наглядно Так мы ее посмотрим Вот и все Ну а это рабочее занятие В общем-то Принадлежит Огромному количеству Проектов Мы его встречали И видели уже Неоднократно Но здесь есть Пока мы смотрим Вот работу Мусорной машины Да Я хотел бы рассказать Про работу инкассаторов Которую я хвалил На одном из проектов Заключается все в том Что вам нужно Найти себе компаньона То есть Вот тут уже Включается Роллиплей Да Хоть это и РПГ проект Но вот здесь уже Включается такая вот Механика роллиплея Вам нужно найти себе компаньона Если вы пришли с другом Замечательно Будете играть с другом Ну или можете найти Прямо там На точке трудоустройства Кого-то Кто будет ездить с вами В паре Работать надо На инкассаторской машине В паре И это прикольно К сожалению Я не смогу показать Потому что данная работа Требует четвертого уровня Вот здесь я по уровням Никаких претензий не имею Да Надо набраться какого-то опыта Чтобы переходить дальше В отличии от покупки машин Какого опыта мне надо набраться При покупке машины Я не знаю Но здесь есть такая работа Работа инкассатора Надо работать в паре Я видел даже ездили по 4 человека Не знаю как это работает К сожалению не смогу показать Но это рабочее занятие прикольное Ну а то что мы сейчас видим Работа мусорщика Просто в общем-то Вот она есть и есть И то хорошо Новых скриптов На проекте Я вообще не нашел Не увидел Да они очень хорошо Все облагорожены Все рабочие занятия Все иконки Все менюшки Все облагорожено Все очень красиво сделано Вопросов нет Крупно Доступно Здорово Но новизной От этого проекта Ну я бы сказал Не пахнет Ну а рабочее занятие Которым я убивал время Чтобы повысить себе уровень Вот оно Это работа мусорщика После этой работы Я еще посетил занятие Называется Почтальон Но работа почтальона Даже показывать не буду Это то же самое Что работа курьера Только на почтовом фургоне И у курьера Прокладывается маршрут сразу А у почтальона Выпадает на карте Пять точек Вы выбираете любую И едете туда Как только пять точек проехали Возвращаетесь на базу Мне показалось Это не имеющее смысла Показывать Это рабочее занятие Поэтому перейдем Сразу же К работе дальнобойщика Но у меня Открылся Третий уровень И я вернулся В магазин Для того чтобы купить Какое-то ведро Которое подвластно Только владельцу Третьего уровня Блин Вот Такую вот машинку Я выбрал На ней-то мы поедем На работу дальнобойщиков Естественно Что располагаются Дальнобойщики В порту Тоже такое уже Заезженное Затасканное место Ну и сама работа Дальнобойщики Вот как это все В общем-то выглядит Так же как и везде Подходим Устраиваемся Формы здесь нету Стоят три вида Стандартных грузовиков Но Для новичка Подвластен Только вот этот Такой длиноносый Большой грузовик Все остальные Видимо с каким-то Другим Уровнем Открываются Я попробовал По ним походить На бескапотник Залезть На другие Не дается Дальше все То же самое Я уже сказал Что новизны На проекте Немного Точно так же Открываем Через G Планшетку Выбираем Заказ Появляется У нас фура Едем Берем эту фуру И отправляемся На точку доставки В общем-то Стандартная Такая работа Неоднократно Уже это показывал Есть например Проекты Где этот планшет Выполнен Более красиво Там Разбита По категориям Грузов В общем-то Тоже самый скрипт Только немножко Переделанный И точно так же Как я показывал Этот скрипт Точно так же Этот планшет Здесь я бы сказал Бесполезен Потому что Когда вы доставляете Точку Вернее груз На точку Вы открываете Планшет Нажимаете Там какой-нибудь Заказ И все равно Вам придется ехать Не на тот заказ А на базу Обратно на базу Возвращайтесь За новой фурой И только вот оттуда Начинается отсчет Вашей новой доставки Например я выбрал себе 8 километров доставку С этой точки Мне пришлось вернуться В порт Взять там Эту шаланду И вот только тогда Пошел отчет Вот этих 8 километров А 9 километров Которые я ехал За этой фурой Они как бы В расчет не идут Поэтому такое себе Занятие Я всегда говорю Что это Нелогично Это убивает Очень много времени Это неинтересно И как показывает практика Вот на этом занятии На занятии дальнобойщиков На самом деле Народу то и не так много Больше народу Я видел на почтовой службе И на курьерской службе Там больше народу Крутится Ошивается Чем например На работе дальнобойщика Хотя тут уровни В общем то Небольшие Да Там второй уровень Здесь третий Как бы вот Вот так вот Разбивка Ну сама работа дальнобойщика Мне не понравилась Нету добавленных Каких то интересных Красивых машин Как я показывал Например На последнем Своем стриме Когда показывал Как можно сделать Работу дальнобойщика Да Евротрак симулятор У меня назывался Обзорчик Да Можете посмотреть По этой ссылочке Вот как можно сделать В принципе Работу дальнобойщика Кстати Тоже в этом же В этой же локации Находится и место Тоже такое затасканное место Здесь расположено И на том проекте На Вендетте И здесь Расположено все Вот в порту Но только там Это действительно сделано Интересно Ну а здесь Это достаточно банально Я уже говорил Что новизной От этого проекта Не пахнет Взяты старые скрипты Такие заезженные скрипты Просто они облагорожены Вот все менюшечки Когда вы устраиваетесь На работу Все красиво Замечательно Все дублируется Выскакивает Плавность Анимация Но скрипты Старые Занятия старые В общем то Вот Ну как я и сказал Хорошо что они Вообще есть Данный проект Берет не новизной Скриптов А их количеством Рабочих занятий Огромное количество Огромное Чем позаниматься Здесь есть В этом обзоре Я не показал работу Механиков Не показал работу Детектива Не показал работу Таксиста Не показал почтальона Еще есть Возможность Торговать едой Берете фургон В аренду Выезжаете на точку Торгуете едой В общем здесь Есть еще на что Посмотреть К сожалению Время не резиновое Все 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 Я охватить не смог На проекте Много Очень много Занятий Красиво оформленный Проект Проект находится В жанре РПГ Это надо тоже Понимать и знать Вот Ну и наверное Мне показать Больше нечего На этом Я буду заканчивать Спасибо всем Кто посмотрел Заходите Играйте Получайте удовольствие И всего вам Доброго Субтитры сделал DimaTorzok